За 30 лет в республике не появилось ни одной ТЭЦ. Все, что есть, а их всего 37, это советское наследие. Большинство нуждается в ремонте, и особенно остро этот вопрос встает ближе к отопительному сезону. Вот и накануне в городе Ридера остановилась ТЭЦ. По словам Акимобласти, руководство теплостанции не проконтролировало качество мазута. Он оказался смешанным с водой, и в результате произошла временная остановка котлов. На месте ЧП начал работу оперативной штаба, и сегодня Акимгород обратился к населению и сообщил, что на ТЭЦ поставили 190 тонн мазута, чтобы произвести запуск всех котлов. Смысл его выступления в одном – потерпеть. Для восстановления полностью всей отопительной системы, а также восстановления подачи горячего водоснабжения необходимо определенное время. Поэтому попрошу вас соблюдать спокойствие, сдержанность, терпение. Это не первое ЧП в отрасли. В марте мы уже рассказывали о том, как рухнула дымовая труба на Петропавловской ТЭЦ. К слову, объект, по данным экологов, является крупнейшим источником загрязняющих веществ. Еще один пример – это Степногорск, где зимой не было то горячей воды, то тепла. Кстати, есть город, который вообще живет без ТЭЦ. Жителям Кокчетава обещают его возвести как только, так сразу. И еще в мае депутаты мажелеса предупреждали, что степногорские проблемы аукнутся в новом отопительном сезоне. И как в воду глядели. Поэтому ситуации, аналогичные Петропавловской и Степногорской, могут повториться в любом населенном пункте нашей страны. Чтобы не допустить этого, просим на правительственном уровне, первое, сделать анализ состояния теплоэнергетики и теплооснабжения в целом по стране. Второе, разработать единую политику в области теплоэнергетики и создание ведомства, ответственного за ее реализацию. И третье, разработать перспективный план развития систем теплооснабжения населенных пунктов, предусматривающих своевременную модернизацию и обновление оборудования ТЭЦ, котельных и теплосетей. Уже и гром грянул в виде ЧП на ТЭЦ, и мужик перекрестился в виде попытки все наладить по горячим следам. Однако степень изношенности ТЭЦ по республике еще даст о себе знать, уверены эксперты.